здорово народ всем привет мы уже научились добывать воду и земли а сегодня мы научимся добывать энергию от солнца живем мы в деревне и в нашей деревне электричество это переменная не постоянная а иногда даже плавающая потому что сегодня утром у нас в розетках может быть 220 вольт к вечеру 160 а когда понаезжают дачники перегрузят нашу электросеть у нас вообще может выключиться электричество аж на несколько часов если без интернета телевизор и освещение еще хоть как-то можно прожить то вот холодильник начинает размораживаться еду уже не приготовить а самое главное не добыть воду потому что скважина у нас питается от электрического насоса такие приборы как водогрей теплый пол конвектор и другие мощные приборы нас не особо сейчас интересуют потому что на них не напасешься никакой энергии тем более в бане где мы сейчас живем у нас есть дровяная печь а вот роутер холодильник телевизор насос и прочая мелкая бытовая техника спокойно сможет работать на той энергии которую мы будем добывать последней каплей стала наша последняя вечеринка когда мы только разожгли мангал к нам приехали друзья я поставила картошечку в мультиварку и тут нам отключают свет пришлось включать фонари искать свечи сидеть в темноте телефон не зарядить туалетом не воспользоваться и мы вообще в итоге остались без моей фирменной картошки и так как это каждый раз происходит неожиданно мы решили хватит это терпеть и будем сейчас собирать мобильную станцию резервного питания погнали для нашей системы нам понадобится аккумулятор автомобильный он на 12 вольт 74 ампер часа емкостью также мы купили провода с крокодилами это обычные провода для прикуривания автомобилей также нам потребуется контроллер заряда чтобы не перезаряжался наш аккумулятор инвертор напряжения с 12 вольт на 220 его нам подарили он бэушный но он рабочий правда маломощный всего около 500 ватт мощности он выдает но для наших целей должен сгодиться и самое главное солнечная панель на 100 ватт панель у нас поликристаллическая она имеет кпд чуть меньше чем монокристаллическая при хорошем солнечном свете но зато работает лучше в облачность и под большим углом как это все будет работать так как все бытовые приборы питаются от сети 220 вольт нам нужно получить эти 220 вольт преобразовав 12 вольт из нашего аккумулятора в 220 с помощью инвертора они бывают разных типов мощностей и конфигураций мы будем использовать простейший инвертор который у нас есть но наша система будет немного сложнее чем просто аккумулятор и инвертор так как мы еще будем заряжать наш аккумулятор от энергии солнца с помощью солнечной панели солнечная панель будет подключаться к регулятору напряжения он в свою очередь будет отдавать аккумулятору столько энергии сколько требуется для его полной зарядки и как только аккумулятор полностью зарядиться реле автоматически перестанет подавать на него энергию чтобы не испортить аккумулятор такие автомобильные аккумуляторы не рекомендуется разряжать больше чем 30 процентов его заряда поэтому нужно внимательно контролировать его с помощью реле ну и как только у нас отключат свет мы отсоединим нашу установку от солнечной панели и нашу систему унесем к нам в жилое помещение где будем использовать ее и теперь перейдем к практике проверим как это работает и работает ли это вообще аккумулятор показывает 12 и 4 вольта значит он заряжен но не полностью примерно на 80 процентов подключаем к аккумулятору инвертор и проверим его работу ну что все работает но сейчас это все выглядит не функционально не мобильно и неудобно сейчас будем собирать каркас под нашу систему резервного питания из остатков древесины в мастерской разместим здесь реле аккумулятор и инвертор чтобы установка была не просто переносная а чтобы все было в одном месте каркас сделаем из сухого бруска и обошьем фанерой сверлим отверстие и собираем все на саморезы крышку сделаем съемную на мебельных магнитах мы предусмотрели отверстие и стопор под инвертор чтобы он был зафиксирован внутри с этой стороны сейчас просверлим отверстие под вывод проводов и подключим их в реле ну что ж вот и готова наша супер мобильная установка все мы проверили все подключили просверлили протянули временно потому что сейчас мы это все разберем будем ее красить потом обратно все соберем и уже будем тестировать сегодня работаем инструментом кат это электроинструменты профессионального уровня на единой аккумуляторной платформе один аккумулятор подходит ко всем инструментам если один раз приобрести комплект зарядка плюс аккумулятор то в дальнейшем можно покупать инструменты без аккумуляторных батарей дрель шуруповер с бесщеточным двигателем мощная в комплекте идут два аккумулятора по 4 ампер часа дисковая пила на аккумуляторе это очень удобно можно забыть про провода и не бояться их повредить бесщеточный двигатель обеспечивает стабильную работу а переходник на пылесос помогает поддерживать порядок в мастерской инструмент кат эксклюзив в сети магазинов dns которых уже более 2000 по всей стране так что ссылку мы оставим в описании погнали дальше а сейчас мы к нашему реле подключим провода с быстросъемными соединителями чтобы к ним можно было быстро подключить солнечную панель ну что пошли имитировать отключение электричества и проверять нашу систему в действии ну что ж сейчас через обычный удлинитель мы проверим телевизор холодильник лампочку и насос грудь работает не хватило мощности значит телевизор работает холодильник работает освещение работает насос не работает в общем то на что мы надеялись непонятно потому что мощность нашего инвертора примерно 500 ватт выдаваемая а насос потребляет по моему 600 или даже 800 ватт так что что нужно прикупиться помощнее инвертором но это уже чуть попозже ну а сейчас погнали заряжать наш аккумулятор питерским декабрьским солнцем поключили мы нашу солнечную панель к нашей установке реле заряда показывают что идет зарядка аккумулятора остается на тебе только подождать когда это закончится и реле это все дело автоматически отключит а сейчас давайте глянем что нам нам выдает наша солнечная батарейка при этой пасмурной погоде 18 и 9 вольт почти 19 выдает сейчас наша солнечная панель в общем свои наверно 100 ватт заявленные она отрабатывает так что вот как то так в общем все это дело нам вышло вот такую вот сумму можно было сэкономить купить только просто один аккумулятор и один инвертор и заряжать все это дело обычно автомобильной зарядкой но бесплатная энергия она очень интересно и привлекательно контроллер заряда провода солнечную панель и даже инвертор все можно заказать на маркетплейсах у нас здесь есть отделение прямо в деревне поэтому мы сюда заказали отсюда забрали без проблем аккумулятор можно купить вот где угодно сами знаете где ну что впереди новогодние праздники и мы защищены от отключения света да возможно у вас отключают свет на полдня или вообще на день но у нас отключают на несколько часов и как всегда эти часы самые нужные и самые важные поэтому городить дорогие сложные системы мы сейчас не будем нам пока что хватит и таких мощностей самый интересный вопрос а насколько по времени то хватит этого заряда аккумулятора если использовать немного освещения холодильник и компьютер то должно хватить нашего заряда аккумулятора ну наверно на целый день это точно по нашим примерным прикидкам если добавить туда уже телевизор много освещения насос что-нибудь еще тогда скорее всего одного аккумулятора хватит ну часов на пять на шесть я думаю не более да можно было купить бензиновый генератор но он шумный он вонючий и питается не бесплатно а что если не бесплатная энергия нужна простому русскому человеку в общем получилось нас одна из самых простых систем бесперебойного питания ее можно усовершенствовать добавив сюда еще несколько аккумуляторов более мощное реле заряда более мощный инвертор есть такие инверторы которые в автоматическом режиме за долю секунды переключают на напряжение с городской сети на вашу бесперебойную систему вы даже не заметите просто не моргнет даже свет а можно еще докупить гору солнечных панелей обвешаться ими вообще по всему периметру отрезать провода городского электроснабжения и получать энергию солнца бесплатно правда заплатить за эти солнечные панели получится так же как лет за 20 пользования обычно городской электросети в общем эту систему еще можно как угодно модернизировать а вы пишите в комментарии что вы думаете по этому поводу и какие есть у вас идеи на этот счет если ваша отопительная система с принудительной циркуляции теплоносителя то наша установка вам очень будет кстати потому что как только у вас отключат свет вы сможете включить ваш циркуляционный насос через эту установку и теплоноситель будет спокойно продолжать циркулировать у вас там ничего не закипит ничего не сломается а на ужин у нас сегодня кура беке чего вы не слышали кто такие кура беке кура беке это курица и бекон куриная грудка порезанная и завернутая в бекон не надо не солить не перчить сама просолится будет очень вкусно никаких больше специй только завернул и в огонь вот такая интересная установка у нас получилась вот такая интересная установка у нас получилось А вы, друзья, не забывайте подписываться на наш канал, делиться этим видео. Подписывайтесь на нас в соцсетях. А на сегодня у нас все. Всем пока! Пока!